Дорогие, всем привет! Тема регенерация. Помните фильм, кинокомедию «Бриллиантовая рука»? Шампанское пьют по утрам только или аристократы, или дегенераты. Регенерация – противоположность регенерации, дегенерация. Сейчас мы рассмотрим, как это все работает. И, может, для некоторых из вас это будет выглядеть революционно, потому что мы рассматриваем дух, душу и тело, как целостный организм, который вовлечен в процессы Божьи, которые Бог непосредственно подключил. И я верю, что очень долго в церкви определенные процессы, которые происходили посредством Слова Божьего, от Духа Божьего, они рассматривались только в контексте духа или чего-то такого духовного, духовных сфер, духовных измерений. Иногда к этому подключалась душа, но исключалось тело. И мы начинаем понимать больше и больше важность тела. Тело как оружие, тело как инструмента праведности. Тело как храма. И мы рассмотрим чуть-чуть позже эту тему храм, скиния, что это значит. Потому что наши тела – храм Духа Святого. Не наш дух – храм Духа Божьего. Наше тело – храм Духа Божьего. И он должен быть в надлежащем состоянии. И для этого Бог высвободил определенные вещи, включая регенерацию. Итак, давайте начнем с того, что смерть – наш враг. Написано, последний враг, который будет побежден, поражен – это смерть. Смерть – наш враг. Что делают с врагами? С врагами воюют. Поэтому нам нужно воевать со смертью. У нас несколько врагов, один из них – дьявол. Ваш враг – дьявол. Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И смерть – наш враг. Он не наш друг. Она не наш друг, скажем так. Смерть не является нашим спасителем. Люди думают, когда они умрут, они попадут на небеса. Тогда смертью твой спаситель, который ведет тебя на небеса. Наш спаситель – Господь Иисус Христос. Это не наш спаситель. Поэтому мы не идем на небеса, когда мы умираем. Мы уже на небесах. Посажены на небесах в Иисусе Христе. И небеса уже сейчас доступны нам. Потому что Бог на небесах, Отец Сущий на небесах, доступен нам. Поэтому мы смело приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Потому что тот, кто сидит на престоле – наш Отец. И если мы имеем доступ к Нему непосредственно в одном духе, посредством крови Иисуса Христа через веру, то, конечно, мы имеем доступ во все Его небесные сферы. Потому что никакая из небесных сфер не может быть больше, чем Он. Но Он вмещает в Себя небесные сферы. А небесные сферы не могут вместить Его. Небеса небес, даже Писание говорит, не могут вместить Бога. Они всего лишь маленькая часть Бога. Если так можно выразиться. Старение, друзья мои, увядание, гниение, разрушение – это процессы смерти и процессы греха. Это закон. Вы можете взять фрукты, положить их в корзину, не съесть их в правильное время. Они рано или поздно начнут гнить. Как вы можете сохранить фрукты дольше, поместив их в определенную среду? Морозильную камеру или морозилку. В одной среде фрукты гниют быстрее. В другой среде они сохраняются дольше. Цветок, красивый, прекрасный, растет на поле. Рано или поздно он увянет, завянет. Пройдет его сезон, и процесс увядания приведет этот цветок к смерти. Это закон греха и смерти. Но Писание, которое распространяется не только на нас, но которое распространилось через Адама на всю вселенную. И вся вселенная подвержена увяданию, старению, гниению и разрушению. Пришел хаос через грех и смерть. Через вкушение от дерева познания добра и зла, которое есть дерево смерти. Грех и смерть распространились во всю вселенную. Мы видим, что в этом мире, в физическом мире, все меняется. Писание говорит, проходит образ. С мира сего. И мир проходит. И похоть его, но исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Подвержены ли же люди старению, увяданию, гниению, этим процессом, разрушением, процессом смерти в наших собственных телах? Да, наш дух, наш внутренний человек не подвержен этим процессом. Он есть им новое творение. И написано, что он постоянно обновляется в познании того, кто сотворил его по своему образу. Постоянно обновляется. И написано, помните, Павел сказал, наш внутренний человек со дня на день обновляется. Внешний как бы увядает, но внутренний со дня на день обновляется. Если мы воюем со смертью, потому что смерть является нашим врагом, то не должны ли мы воевать с процессами смерти? Не должны ли мы воевать с гниением, увяданием, коррупцией и разрушением? Конечно, должны. С этими процессами смерти мы должны сражаться в нашем теле. Как? Посредством Слова Божьего и Духа Божьего. Если мы высвобождаем Слова в наше тело, Дух Божий высвобождается и подкрепляет. Если Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в нас, Бог обновляет. Написано, Бог даст жизнь вашим смертным телам, Духам, живущим вас. Смертным телам. Написано, обновляется подобно Орлиной юность его. И раньше мы это рассматривали только в контексте духовного или душевного обновления. Но, друзья мои, мы Дух, Душа и Тело. И Дух, Душа и Тело должны сохраниться в целостности неповрежденными. В предшествии Иисуса Христа. К этому мы должны стремиться. К этому стремился апостол Павел. Потому что он включал себя также в этот процесс и говорил, не все мы умрем, но все изменимся. Он умер, но он включал себя в этот процесс. Иисус Христа. Иисус Христа. Поэтому наша юность, подобная наша юность в нашем теле должна проявляться. Это Орлиная юность, это обновление юности Орлиной должна также приходить в наши тела. В наши тела. И это должно происходить, начать происходить. И это, конечно, зависит от откровения, в котором мы ходим, и в котором мы имеем. Если человек в это не верит, то ничего ему не будет. Поэтому смерть всегда будет пытаться влиять на наше тело. Но написано, закон духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Если мы освобождены от закона греха и смерти, мы освобождены от смерти. И ее закона. И мы находимся во власти другого закона, закона духа жизни, где сила жизни, не перестающая, сила жизни, которая доступна нам как священство по чину Мелхиседека, потому что через небесного первосвященника по чину Мелхиседека Иисуса Христа высвободилась эта сила. Это сила воскресения. «Подобно росе», Писание говорит, «юность твоя». Подобно росе. Какой росе? Росе воскресения. Эта сила проявляется как роса воскресения, и юность твоя приходит. Росе воскресения. Давайте посмотрим на слово. Регенерация. С какими словами она соединима, с какими словами она сопоставима. Матвея, 19 глава, 28 стих. Посмотрим. Здесь сказано. Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете, и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых». Это слово покибытие, интересное, покипаки, да? Это полингенессия. Полингенессия. Греческое слово, которое значит обновление, которое значит регенерация, которое значит восстановление. Давайте посмотрим еще на одно местописание, которое нам немножко ближе, потому что вы скажете, «О, это в будущем, это нас не касается». Давайте посмотрим, что это не только в будущем, что это непосредственно нас касается. Посмотрим послание Титу. послание Титу. Третья глава, пятый стих, друзья. Здесь сказано, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию». Банию возрождения, возрождения и обновления Святым Духом. Банию полингенессии, регенерации слово стоит также. Редженерейшн. Обновление и регенерация, они похожи, они связаны. восстановление, то есть, когда мы говорим о регенерации, мы говорим о обновлении, когда мы говорим о регенерации, мы говорим о восстановлении. Но не только это. Посмотрим другие слова, которые сопоставимы и связаны. В естественной среде регенерация, полингенессия, было связано с переменой, которая приходит с возвращением весны. Приходит весна, приходит новый сезон, и с этим новым сезоном приходит что-то новое, потому что новый сезон всегда приносит что-то новое. Но это особо связано с возвращением весны, потому что весной все как бы возвращается к жизни. Все начинает свести, благоухать и т.д. и т.п. В песне песней сезон весны, вы можете почитать, описан об этом, и Бог берет нас в этот сезон обновления и регенерации весенней. Он говорит, зимние дожди прошли, теперь приходит весна, выходим в поля, выходим в луга, входим в новое, чтобы изучать, рассматривать, смотреть, практиковать, углубляться в какие-то вещи. Деяния апостолов, 3 глава, 21 стих. Здесь сказано. Давайте с 20-го. Да придут времена отрады, освежения, обновления от лица Господа. Времена, сроки, видите, сезоны. И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. У нас переведено слово совершение всего. В английской restoration, восстановление всего. В оригинале это слово полигенезия, регенерации всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков. В Тита мы писали, что обновление и возрождение происходит посредством одной личности, которая есть Святой Дух. И если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, в нас, Он даст жизнь нашим смертным телам посредством Духа, который живет в нас. Дух Святой, Дух Жизни, Дух Обновления, Дух Освежения, Дух Восстановления, Дух Полигенезия, Дух Регенерации, Дух Возрождения. Также слово, которое связано с этим, это слово реновация. Если вы хотите обновить что-то в своей квартире или саму квартиру, так как она выглядит, вы делаете реновацию. Вы устали жить в той среде, в которой вы жили, вы устали жить среди определенной, обставленной разными вещами квартиры, вы хотите поменять обстановку. И вы обновляете что-то, что-то выбрасываете, что-то вносите в новое. Это присуще нам и нашему естеству, потому что наш Бог говорит, «Все творю все новое». И вы радуйтесь и веселитесь в том, что я творю. Бог творит все новое, Бог творит обновление, Бог творит освежение, Бог творит полигенезия, Бог творит возрождение и регенерацию. И нам надо войти в это не только как дух, но тело брать с собой в эти процессы. Тело. Да, мы понимаем. Первое, процессы должны быть активироваться в нашем духе. И процессы духовные, которые активируются в нашем духе, они активируются посредством духовного откровения от Духа Святого. Не так ли? Но потом эти процессы должны, потому что с Духа нашего все начинается, ваш Дух, душа и тело. И душа и тело следуют. Потом эти процессы должны войти и переключиться в нашу душу и в наше тело. И активизироваться там духовные процессы, одухотворяя нашу душу, одухотворяя наше тело. Внося духовную атмосферу в душу, внося духовную атмосферу в наше тело. Интересно, что регенерация, она невозможно была, восстановление невозможно было, если бы не было воскресения из мертвых. Воскресение Иисуса произошло, и мы совоскресли с Ним. Поэтому регенерация, она связана с воскресением. Число регенерации, обновления, освежения и число воскресения – это число восемь. Число восемь – это еврейская буква «хет», что значит «стена окружающая и отделяющая». Бог окружил нас Своей окружающей и отделяющей стеною, чтобы заниматься с нами и отделить все негативное от нас, но подключить какие-то процессы в нашу жизнь мощные. Это значение числа восемь – одно из значений числа восемь. Одно из слов еврейских «обновить» или «регенерация» – это слово «хадаш». «хадаш» – обновление. Где одно, там больше. Первая буква – это «хет» – стена. Вторая – «далет» – дверь. Дверь есть Иисус, и через эту дверь приходит обновление Духом Святым. И третье – это «шин». Это человек, это огонь. Человек в огне. Человек, движущийся, находящийся в огне Божьем, в пламени огня Божьего. Для обновления нам нужна стена, нам нужна дверь, и нам нужен огонь. И все это мы имеем. Аллилуйя! И Дух Святой является этой стеной. Иисус является дверью, и Господь является огнем поедающим. Способность регенерации – это также способность, когда что-то отрастает. Например, у ящерицы, у животного, у животного, ну, животное, у рептилий есть способность регенерации. Есть ящерицы, которых можно отрезать не только хвост, но и больше. И в конце концов, это регенерирует. Процесс регенерации – это процесс восстановления того, что было отрезано, то, что было уничтожено, то, что было повреждено, то, что умерло. И ящерица может отбросить хвост, и потом этот хвост отрастет. Это способность отращивать. Друзья мои, наши зубы могут расти и появляться снова. Наши волосы могут отрастать снова. Недостающие части тела могут регенерировать и отрастать. Органы, которые отрезаны, подрезаны, кишечник, который уменьшен, все может восстановиться и отрастать. Это все нужно просто принять верою и начать по слову высвобождать в свою жизнь. И давайте в конце это сделаем. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя за регенерацию за полингенезис, за восстановление, за обновление, за освежение, за новую жизнь, которую Ты высвобождаешь посредством откровения в наш дух, душу и тело, в наш храм, тело Твоего Духа. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Духом Святым прямо сейчас Ты активируешь и высвобождаешь эти процессы в нашей душе и в нашем теле. Мы берем власть над всякой дегенерацией, старением, увяданием, разрушением, коррупцией, хаосом, с законом греха и смерти, над плодами и семенем дерево смерти, дерево познания добра и зла, которые все еще в нашем теле. мы берем власть над этими процессами в наших костях, в наших связках, суставах, хрящах и мышцах, в наших органах и во всех системах нашего тела. и мы разрушаем эти демонические процессы именем Иисуса Христа из Назарета. Мы разрушаем эти процессы греха именем Иисуса Христа из Назарета. Мы повелеваем этим процессом прекратиться, мы повелеваем этим процессом остановиться во имя Иисуса Христа. Мы берем власть над всяким духом старения, смерти, разрушения, гниения. Над всяким этим духом увядания и повелеваем Тебя оставить наши тела во имя Ишуа. Тебе не место в наших телах. Именем Иисуса мы высвобождаем силу жизни неперестающей, силу жизни неразрушимой, силу жизни несотворенной, которая доступна нам. Мы высвобождаем это в наше тело, во все органы системы нашего тела, от макушки головы до подошвы ног. Именем Иисуса мы высвобождаем юность орлиную, мы высвобождаем росу юности, росу света, росу растений, росу воскресения в наши тела во имя Иисуса. Дух жизни, Дух Святой обнови наши тела, возроди наши тела, регенерируй наши тела во имя Иисуса Христа из Назарета и начни это делать прямо сейчас. Мы повелеваем обновлению, регенерации и возрождению Духом Святым всему в наших телах, волосам, зубам, органам, связкам, суставам. Тело прими регенерацию Божью в Духе Святом во имя Господа Иисуса Христа. Да начнет эта регенерация материализовываться в наших телах во имя Иисуса Христа. Да начнет твоя жизнь из силы жизни циркулировать могущественно по нашему телу. Благодарим тебя за это, Господь. Воздаем тебе всю честь, славу и хвалу. Принимаем это верой, потому что это по слову твоему. И да будет нам в духе, душе и теле по слову твоему, Господь. Аллилуйя. Аминь. Дорогие, всех вас благословляю и люблю с Господом. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...